друзья всем привет я не долго колебался я решил поменять себе автомобиль на такой же самый только более слиже долго искали нашел машину которая имеет 135 тысяч якобы подтвержденного пробега имеет всего лишь один косметический косметический подкрас на двери это также volvo это 44 это тоже коробка автомат их не бывает не автоматов тернопольская область volvo xc 90 радость моей мечты еду смотреть в это серое дождливое утро уже 7 часов а мы уже практически за 300 километров от родного дома сегодня будет осмотр volvo volvo xc 90 с объемом 4 4 доброго дня 2007 что за масло что за масло а дега ставил оце так шо шо де оце так газ ставили тернополе просто не было твуяк потом машину американцев нагнали беляхавистыми газами можно поделиться сервисно ну то чё ж не могу да да может и фары снимать мы вытягиваем зараз доберемся что кто шило у меня римпорт таки киев не я не кажу что киеве я просто сервис не понимаю даже в львове когда покупала а вы напишите что в Киеве я ж не знаю но в Киеве не брали осмотрев этот автомобиль у меня чуть ли по ногам не потекло счастье потому что машина действительно интересная машина хорошая везде зазорчики цвет все совпадает все стекла родные салон не запиленный руль нормальный под капотом все хорошо да я понимаю что гидроусилитель насос уже подходит и я понимаю еще какие там будут небольшие вложения но я также понимаю что этого автомобиля 135 тысяч километров и машина очень хорошая считаю нужным осветить одно событие ехали мы в поселок ланевцы это хмельницкой области суть не в этом была очень нехорошая дорога то есть яма подъем отрыв всех четырех колес приземлились с машиной все хорошо но с Олей с нашим оператором у нее там чуть-чуть заклинило шею вот и обратились по скорой помощи так вот парень владимир владимир вам большой привет огромный респект за проделанную работу так вот этот парень сделал гораздо больше нежели врачи которые в киеве находятся он без анализов без мрт сразу определил что проблема с шейными позвонками вот была оказана первая медицинская помощь все нормально все хорошо все замечательно но он буквально за 30 40 секунд осмотра рассказал то на что Оля потратила хреновую тучу денег киеве мне очень нравится когда люди находятся на своем месте откровенно я не ожидал еще раз большое вам спасибо мне действительно нравится когда люди на своем месте и на самом деле очень обидно когда вот такие вот специалисты они зарабатывают ну грубо говоря копейки в этих государственных больницах в то время когда в настоящих больших медицинских центрах порой сидят такие бездари которые знаю папой где-то или мама просунул по служебной лестнице для того чтобы туда впихнуть нет словом ни одни эмоции владимир вам еще раз большое спасибо в общем то что был прыжок отрыв всех четырех колес это еще детский лепит у меня в собой в багажнике была трехлитровая банка концентрата на омерзитель ну омывайка для стекла для омывателя я разбавлял концентрат и он был неудачный и очень вонючий когда у оли начали слизиться глаза и она начала задыхаться я немного не понял что происходит и в тот момент я понял что я заболел и у меня просто пропал нюх ну как бы это сказать коронавирус пропал нюх я заболел у оли свернулась шея довольно большое количество времени было потрачено на то что мы остановились то что мы там вымакивали вытирали вот два рулона дежурных салфеток они ушли в страну промоченного багажника и утилизированы где-то аккуратно в мусорничек но все равно запах я так понял был у меня в машине еще около двух дней пока он полностью не выветвился это с учетом того что машина оставалась с открытыми окнами то с учетом того что мы заезжали на мойку нам все там пылесосили сзади в багажнике все убрали но запах едкий он оставался все равно еще довольно длительное время что можно ожидать от volvo эта машина та которая не ржавеет и снизу даже если у нее где-то есть какие-то рулевые тяги или еще что то но есть голове чек-лист который меня обязывает завести любой автомобиль на сту и мы поехали на из того на этой машине вот мы догнали этого мы я уже в машине остался один а воля сейчас в той машине вот впечатление пока не плохие каких-то серьезных недостатков по автомобилю я не нашел все в рамках того что машине грубо говоря уже много лет но тем не менее выглядит она со всех сторон хорошо 135 пробег заявленный пока я нашел подтверждение тому что в семнадцатом году не было семьдесят пять тысяч я позвонил в компанию которая была на накладных на накладных номера конечно недоступны что сразу навевает на всякие сомнения но я-то понимаю что часто бывает ребрендинг компании ягуар лендровер volvo сервис раньше назывался сейчас он называется стартекс автоэлит как то так вот и нашел в интернете этих товарищей позвонил продиктовал им вин код и действительно такой автомобиль у них по крайней мере был был он у них в семнадцатом году они не предоставили пробег какой был что в принципе мало где без присутствия человека стих паспорта мало где выдадут и вот здесь вот тоже мне не выдали но тем не менее по косвенным вопросам которые прямо не отвечают все равно было понятно когда была эта машина у них в последний раз по крайней мере есть надежда того что того что у нее действительно такой пробег но это уже такое для мотора 44 такой пробег в сто тридцать пять тысяч даже если там двести тридцать пять тысяч там еще страшно будет еще ездить долго долго и долго по состоянию машина это лучше чем у меня у меня как бы есть чем сравнивать и куда ни посмотри везде всего интереснее вот несмотря на то что она моложе всего на один год ну не знаю сейчас будем посмотреть на нее еще снизу когда запустился двигатель я слышу что у нее заканчивается уже насос гидроусилителя около 100 долларов стоит сам насос поменять почему знаю потому что я себе менял дальше что еще как было заявлено действительно одна всего дверь крашеная все остальное в родной краски тонну не отнималась уже приехали на из того переворачиваю вот где-то вот на этом из того сейчас будем смотреть толщина краски везде плюс минус 10 микрон одинаковое что говорит о том что машину не полировали часто то следы где на изгибах больше полирует а там износ лакокрасочного покрытия он конечно больше пока ничего плохого газ у нее как бы очень сильно рагульно установлен а так конечно и сейчас мы проедем мимо этого автомобиля ну вон как минимум не не выше такой же да я смотрю по зеркалам очень сильно парковался за него я же полную чуть выше ну пока пока смотрим пока неплохо но это пока мы еще машину не видели снизу все не трусите вона ржава знизу не трусите я не хочу осмотр автомобиля окончен чем могу сказать технически очень хороший автомобиль машина классная недочетов у нее минимум минимум я просто слышу что у нее гидро насос гидроусилителя неправильно работает то есть он уже шумит скоро будет его кончина хотя возможно ошибаюсь но маловероятно точнее это надо других условиях немного у него подстукивает какая-то то ли рулевой наконечник или рулевая тяга мы до этого не дошли мотор работает неплохо подтверждение истории частично есть частично нету я уже практически согласился с днищем того что его можно где-то там переделать варить куски с других автомобилей хотя этого не сторонник от тех лонжеронов там уже осталась одна фольга но тут другая сторона медали у этого автомобиля 135 тысяч километров и скоро у него будет тот уже пробег где придется снова делать те же самые ремонты которые я уже проходил в районе 200 тысяч это переклейка с самой правой части передней крышки короче есть определенные работы которые нужно будет вложить денежку положить для того чтобы красный бегемот катался дальше я это уже проходил и подумал а зачем если у меня уже это все пройдено и мой мотор пройдет еще долго счастлива и много хотел поменять но пока не получилось вот такая вот полутрагичная история желание приобрести новый автомобиль пока не сложилось спасибо что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах всем пока пока меня кстати не оставляет мысль посмотреть заново снова и снова а вдруг где-то попадется мой единорог ведь где-то живет это чудо которое с небольшим пробегом эх пойду по мониторю